Всем привет! Дятюр дает прогноз на матч третьего тура АПЛ Брайтон-Манчестер Юнайтед. Встречаются 8-я и 15-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 7-очных матчах команды 4 раза играли на обе забьют нет и 4 раза на тотал больше. МЮ выиграл последние 3-очные матча. Соперники никогда не играли в ничью в очных матчах. Как видим в очных матчах соперники играют очень бескомпромиссно. Как правило хозяева свои домашние матчи выигрывают. Статистика команд. Брайтон в последних 10 своих матчах поровну играл на обе забьют да нет и 6 раз на тотал больше. Брайтон выиграл 2 последних матча с общим счетом 7-0 и сыграл последние 3 игры на тотал больше. МЮ в последних 10 своих матчах 6 раз играл на обе забьют да и 6 раз на тотал больше. МЮ последние три свои матча отыграл на Total больше. Как видим, обе команды тяготеют к результативному футболу в последних матчах. При этом на Total больше отыграли по три своих последних игры. МЮ очень сильно закончил сезон минувший. Но новый сезон начал с домашнего поражения. Брайтон в первых матчах смотрится неплохо, лучше, чем на финише сезона. Во втором туре Брайтон выиграл 3-0 на Сент-Джеймс-Парк. Нью-Касл просто ужасно отыграл в защите. Все началось уже на четвертой минуте, когда хозяева на ровном месте заработали пенальти в свои ворота. Через три минуты допустили позиционную ошибку, и Мапе к седьмой минуте матча отметился дублем. В дальнейшем по ходу всей игры игроки Брайтона постоянно просачивались в быстрых контратаках к воротам сорок, как вода через решето. У Нью-Касла практически ничего не получилось в атаке. Третий гол забитый Коннель в концовке матча при очередном попустительстве защитников подвел черту в игре, а жирную точку поставил на 89-й минуте Бессума, который эффектным ударом в стиле Кокошенкай отправил в нокаут Луиса, за что справедливо получил красную карточку. Но этот эпизод никакого влияния на матч не оказал. Манчестер начал с неожиданного поражения от Пелос, который еще два месяца назад летел всем подряд. Гости отыграли выше всяких похвал. Ход поединка предопределил быстрый гол Таунсенда, забитый в результате быстрой контратаки. После этого Пелос поставили автобус, на который хозяева безуспешно хотели купить билетик. Опасные моменты чаще возникали у ворот Дехея. Ключевой момент матча случился на 72-й минуте, когда арбитр поставил точку в ворота хозяев и Дехея взял удар Айю. Но арбитр увидел микроскопический заступ у Дехея и назначил перебивать удар. Решение явно высосано из пальца, которое похоронило окончательно МЮ. Бег на 80-й минуте сократил счет, но через 5 минут у Заа получился точный удар с линии штрафной, который окончательно успокоил манкунианцев. Манчестер среди недели выиграл кубковый матч у Лутона 3-0. Тем самым как бы напомнил сам себе о том, что команда умеет забивать и выигрывать. Брайтон очень прилично начал сезон и даже поражение 1-3 от Челси не может повлиять на это суждение, ибо там запросто могла бы быть ничья. В игре с сороками Чайки показали, что они в полном порядке и не собираются в этом сезоне гнить внизу таблицы. МЮ по всей видимости понадобится какое-то время, чтобы выйти на прежние игровые кондиции, которые позволили команде в минувшем сезоне добраться до бронзовых медалей. Боки фаворитам на эту игру ожидаемо ставят гостей. С этим можно поспорить. Коэффициенты позволяют взять непроигрыш хозяев с хорошим коэффициентом 2-16. В очных матчах этих команд, как правило, побеждают хозяева. Команды ни разу не играли в ничью. Брайтон хорошо начал и, похоже, играть на кураже. МЮ пока не проснулся. Брайтон за последние три сезона дома проиграл только треть своих матчей. МЮ на выезде выиграл около 46%. Ничейный исход при нынешней ситуации очень даже реален. Что до результативности. Обе команды по три своих последних матча отыграли на тотал больше. Для Брайтона это длинная серия. Команда Грэма Поттера является классической домашней низовой командой. 60% матчей на тотал меньше за последние три сезона. Поэтому имеет смысл играть в низовой матч, поскольку коэффициент выше двойки. Что до обе забьют до нет, то здесь гости скорее всего забьют. Брайтон не пропускал в двух последних матчах. Редко чайки не пропускают в трех матчах подряд. С другой стороны, Брайтон дома, как правило, тоже забивает. Получается где-то на уровне 1-1. Из связки стал тотал меньше обе забьют до 1х. Самый высокий коэффициент стоит на 1х. 2.16. На тотал меньше 2.06. На обе забьют до 1.73. Последние четыре очные матча соперники отыграли очень результативно. Последние три свои матча также сыграли результативно. МЮ должен бы забить. Брайтон тоже в хорошей форме, похоже, тоже забьет. Переплюнут ли команды два мяча за игру? Возможно, да. Выиграть может любая из них. Получается, что самая реальная ставка из предложенных трех, которая должна бы зайти при разных сценариях развития матча, это обе забьют до 1.73. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.